Школа номер один Райчихинска была построена еще в 1949 году. Сегодня здесь обучают около 300 ребят с 1 по 4 класса. Кровля здания находится в плохом состоянии, срочно требует ремонта. Правда, денег на реконструкцию в городской казне нет. Василий Орлов отметил о проблеме, знает и необходимая поддержка учреждению будет оказана. Отремонтировать крышу должны к 1 сентября. Тем более, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли уже разработана. Крыша в школе будет отремонтирована этим летом. Задача стоит такая, финансирование мы выделяем из областного бюджета. Здесь нужно, конечно, очень внимательно отследить за подрядными организациями, потому что летом крыши ремонтировать не очень удобно, сезон дождей и так далее. Поэтому, конечно, от этого может зависеть и качество, и сроки ремонта. Но задача поставлена к 1 сентября, и эти работы завершены. Глава региона также побывал в спортивной школе Райчихинска и стадионе «Горничок». Последний пользуется большим спросом. Здесь проводят областные эстафеты и соревнования. Дети занимаются спортом. Две волейбольные площадки. Одна пляжная, чтобы песком насыпана, мелкая. Она обыкновенная, просто с грунтом. И здесь две асфальтированные площадки. Это щиты. На стадионе нужно обустроить беговую дорожку, места для прыжков, высоту и длину, толкание ядра. Василий Орлов отметил решение доукомплектовать стадион принято. Закрыть вопрос по легкоатлетической инфраструктуре планируется на следующий год. Встретился губернатор и с медицинскими работниками в городской больнице Райчихинска. В 2019 году здесь провели ремонт. В больнице у нас помещений достаточно. 18 800 квадратных метров только площадей больничных. В больницу входят. Тут стационар на 130 коек. Поликлиническая служба на 950 посещений в сутки. Есть взрослая поликлиническая, детская, женская консультация, стоматология. Теперь учреждение нуждается в покупке кислородной станции. Возможность решения вопроса будет рассмотрена. Медики также рассказали губернатору о наиболее актуальных проблемах. Внимание было уделено и вопросам заработной платы. По больнице мы ознакомились с состоянием дел, в том числе с состоянием экономики больницы. Пообщались с коллективом, с главным врачом. Есть несколько разных взглядов на сегодняшний день по поводу больницы, по поводу того, как она должна развиваться. Поэтому я думаю, что мы с Минздравом отдельно пообсуждаем эту тематику. И будут определенные решения. От коллектива выслушали предложение по оптимизации работы отделения реанимации. В частности, там есть такие технические вещи, скажем, вопрос кислородной станции. Но это должны специалисты разбираться. Когда будет принято решение, мы поможем в решении этой проблемы. Прошла и традиционная встреча руководителя области с жителями и предпринимателями. Наиболее частое обращение горожан озвучила глава города Татьяна Родионова. Вопросы населения связаны с состоянием дорог, благоустройством городских улиц, оказанием коммунальных услуг, а также качеством водоснабжения. Последняя проблема сейчас активно решается. Идет ремонт систем водоснабжения. Также отмечено, что в Райчехинске определены участки трасс, которые отремонтируют уже в этом году. А также проведут работы по освещению улиц. Продолжится реконструкция городского парка, а также будет благоустроен сквер Молдоженов. Анастасия Петраш, Антон Максимов, Амурское областное телевидение.